Привет, друзья! В эфире снова Ньюсбокс, с вами Анна Грачевская. Сейчас я расскажу вам о новых и ярких новостях из мира музыки и шоу-бизнеса. Узнавайте все самое эксклюзивное в Ньюсбокс. С отличным настроением мы начинаем. Группа Серебро дали большой сольный концерт в Москве. На Бали прошел Кубок России по серфингу. Самое интересное об этом и не только. Узнайте через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. На днях в Москве группа Серебро дали большой сольный концерт. О том, как прошло шоу, смотрите в нашем следующем репортаже. Многие критики, говоря об этом коллективе, присваивают ему звание эталона отечественной поп-культуры. Группа Серебро дает большой сольный концерт вега-сити-холл. И сейчас здесь солд-аут. Десяток премий и признание поклонников по всему миру. Миллионы просмотров клипов и скачиваний композиций. Неудивительно, что на сольном концерте группы Серебро солд-аут. За день до концерта стало известно, что он может не состояться. Солистка группы Ольга Серебкина попала в больницу. Честно сказать, я утром действительно, вот еще вчера утром, я проснулась и поняла, что я вообще не могу встать. И я как раз подумала первое, о чем подумала, что будет концерт и что же делать. Но спасибо большое врачам, спасибо большое всей команде Мальфы, которая тут же начала делать. Поехали туда-сюда. В общем, меня реанимировали. Ольга здорова, девочки вместе. Они вот-вот выйдут на сцену. Признаются, что перед концертом очень волнуются. Мы сегодня ехали и друг другу задавали вопросы, как ты себя чувствуешь. И ответы были одни и те же мои, правда, что-то чуть-чуть волнуемся, немного в треморе находимся. Но сейчас как-то потихонечку начинаем уже... Пошли в кураж. Да, но сейчас мы еще посидим в гримёрке, втроем, выдохнем. Вот мы сейчас встретили только что Дашу Шашину, которая уже, видимо, нас там ждет в гримёрке. Просто именно сегодня очень волнительно. А как долго вы готовились? Ты знаешь, нет такого, что мы готовились конкретно вот к чему-то особенному, потому что у нас, например, вчера был концерт. То есть мы находимся в определенном ритме. Но поскольку сегодня у нас будет несколько премьер, мы к этому, конечно же, мы репетировали. Это был особенный вечер, когда можно было послушать любимые треки и увидеть секретные номера. Группа Серебро умеет зажечь аудиторию. Ни один человек не ушел с концерта без заряда положительных эмоций. На таинственном острове Бали прошел Кубок России по серфингу в рамках серф-фестиваля One Go Heart Surf Fest. Как все начиналось, узнаете в нашем следующем репортаже. Всем привет! Меня зовут Матвеева Катерина. И прямо сейчас съемочная группа Russian Music Box находится на прекрасном острове Бали, где проходит Кубок России по серфингу. Почему организаторы выбрали именно этот тропический остров, узнаем прямо сейчас. На днях состоялось одно из самых масштабных мероприятий для российских серфингистов. Открытый Кубок России One Go Heat Surf Fest. На тропическом острове Бали собрались сильнейшие спортсмены. Я и гольфист, и серфер. То есть у меня две страсти. И я активен в обоих этих направлениях, как в организационной части, так и в житейской. Однако, как не приехать на Бали? Почему, когда здесь проходит турнир, не сделать его ярче, не приехать самому, не помочь в его более мощном продвижении? По итогам фестиваля, все спортсмены, вошедшие в число призеров, включены в расширенный состав сборной России. И таким образом получат право представлять страну в международных соревнованиях в 2019 году. Я вам хочу дать огромное благодарность, что благодаря вашим усилиям появляются вот такие люди, о которых говорит весь мир, благодаря которым говорят за русский характер. Потому что мы ничего не боимся и начинают нас уважать. Восторг, счастье, радость, не знаю, эйфория, как это назвать. Я ни разу не занимал какое-то призовое место в таких соревнованиях. И я кайфую. Для профессиональных спортсменов серфинг – это не просто спорт, это смысл жизни. А прекрасный остров Бали является отличным местом для того, чтобы научиться кататься на доске. А если бы вы могли посвятить свою жизнь любому виду спорта, то какой бы вы выбрали? Наверное, серфинг. Я очень люблю. У меня не очень хорошо пока получается еще, но мне обещали красивые серферы это исправить. Вот я завтра немножко поработаю, полдня, а вечером, когда волночки поменьше немножечко, меня обещали поставить нормально так. Вот. Наверное, серфинг, потому что это свобода, это стихия. One Go Hit Surf Fest набирает обороты. Масштабы фестиваля растут с каждым разом. И поверьте, это еще не предел. Кто из знаменитостей стали участниками развлекательной программы «На острове», узнаете уже завтра. Леонид Агутин дал масштабный концерт в Олимпийском в честь своего 50-летия. Кто из звезд посетил серф-фестиваль на острове Бали? Узнаете об этом завтра в 19.00, не пропустите. Нам пришла пора прощаться. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. А с вами была Анна Грачевская. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин